Сразу пятеро врачей-сотрудников Центральной клинической медико-санитарной части стали счастливыми обладателями собственных квартир. Церемония вручения ключей состоялась во время рапорта у генерального директора ПАО ММК Павла Шиляева, что уже само по себе указывает, кто и что сыграли ключевую роль в получении медиками ключей от квартир. Подробности в сюжете. Эти пятеро симпатичных девушек явно чувствуют себя не в своей тарелке. Рапорт у генерального не по сиделке при свечах. Здесь давляет мужское начало, как в гендерном составе совещания, так и в жесткости принимаемых решений. Словом, не забалуешь. И чтобы не травмировать ранимые врачебные души тонкостями металлургического менеджмента, самую приятную часть рапорта решили отработать в самом начале. В прошлом году медсанчасти исполнилось 75 лет. И все это время медицинская составляющая была одним из столпов социальной политики ММК. Кроме этого, улучшение здоровья металлургов красной нитью прописано в стратегии развития предприятия. Сегодня самая сложная задача для молодого специалиста, хоть медика, хоть педагога, приобрести собственное жилье. Оно же жилье выступает главным мотиватором при приглашении. Выбор пал на молодых специалистов первой поликлиники медсанчасти. Именно это подразделение клиники непосредственно связано с работником предприятия, его условиями труда и состоянием здоровья. С этой целью генеральным директором Павра ММК принято решение о предоставлении 5 однокомнатных квартир молодым специалистам центральной клинической медико-санитарной части. Рентгенолог, эндокринолог, терапевт и два офтальмолога. Теперь у этих молодых, но перспективных врачей на одну бытовую проблему меньше. Пока они слабо воспринимают действительность слишком взволнованным. Генеральный приглашает девушек к столу и предлагает выбрать ключи самим. Разница в квадратных метрах и этажности невелика. Коробочки с ключами больше напоминают ювелирные. Впрочем, что значит напоминают? Ключи от собственной квартиры не самое ли большое сокровище в нашей жизни? Безусловно, это событие, которое продолжает через два новогодних праздников. Я думаю, тот образ сказочного Деда Мороза, в роли которого сегодня Павел Владимирович выступает, конечно, это зимняя сказка. Я этот день в памяти и врачей, и в памяти коллектива медсанчасти. Цветы и аплодисменты в качестве бонуса и самый волнительный момент в жизни молодых врачей позади. Дальше только приятные хлопоты и работать как минимум для того, чтобы оправдать столь высокое доверие. Жилье молодым специалистам очень сложно приобрести самостоятельно. Поэтому мы выражаем большое спасибо, большую благодарность руководству всему, что нас так поддерживают. Станислав Юдин, Игорь Гурьянов и Влад Набиев, телекомпания ТВИН.